Приветствую вас. Нет. В раздённой агрессии у ребёнка, как и сказала моя коллега Светлана, быть не может, потому что в раздённой агрессии не бывает. И, соответственно, если что-то такое ребёнок проявляет, то это означает только одно, это означает, что ребёнка что-то раздражает, это означает, что ребёнка что-то пугает, это означает, что ребёнок чего-то боится, это означает, что ребёнок не чувствует себя защищённым. По сути. По сути дела. Вот, в принципе, те моменты, которые образуют агрессию. Ибо если у ребёнка всё хорошо, если ребёнок чувствует себя защищённым, если ребёнок чувствует себя спокойным, уверенным, то никакой агрессии не возникнет, в принципе. Поэтому отношение нормальное, вот именно нормальное отношение к ребёнку, как вы говорите, это опять же, как сказали мои коллеги, это субъективное очень восприятие, что такое норма и кто определяет её, то есть кто определяет норму, вот в принципе. Так что, я думаю, что ничего не бывает просто так. Думаю, что у всего есть причины, и есть причины у того, что происходит. С вашим малышом. Поэтому это нужно исследовать, нужно исследовать отношения внутри вашей семьи, нужно исследовать то, как ребёнок, например, себя чувствует, то, как вы с ним взаимодействуете, вот и так далее. То есть это было бы вот как раз тем, что послужило бы реальным материалом для анализа, а не вашими оценочными суждениями, которые могут быть как... ну, как позитивными, так и негативными, могут быть как субъективными, так и не субъективными, и всё равно вы субъективы можете судить только со своей стороны. То есть, грубо говоря, то, что вы, взрослый человек, можете считать нормой, и то, что вы считаете нормой, ребёнок может нормой не считать. То, что вы апеллируете к возможной врождённой агрессии у него, тоже говорит о том, что... как-то вот видеть причину в себе, вы, ну... мягко говоря, не готовы. Не готовы или не хотите. Вот. И мне кажется, что это также нуждается в корректировании, потому что... от того... от того... от того... как вы сейчас... себя ведёте, от того, как вы сейчас... себя позиционируете, страдает в основном... только ваш... ребёнок. Вот. А... что касается... кукол... что касается кукол... то... кукла это, по сути... а... приложение его энергии... энергии ребёнка... я имею в виду... и... со... соответственно... можно понаблюдать... за тем... как он играет... в куклы... что он... конкретно делает... с куклами. Вот. и... можно... в принципе... понять и увидеть... в чём его конфликт... в чём конфликт ребёнка. Потому что... сейчас этот конфликт... он... будет... на поверхности... как-то вот... знаете... глубоко скрыт. Вот. В целом... совершенно однозначно... в вашем... а... в ваших моделях поведения... нужно что-то менять... совершенно однозначно, что... а... что-то в вашей семье... происходит не так... совершенно однозначно, что... есть нечто... что ребёнком воспринимается... как... что-то негативное... и что-то угрожающее... что-то... травмирующее... даже... я бы сказал так... вот... соответственно... вы можете выбрать эксперта... на нашем ресурсе... вот... и... проработать эти моменты... для того, чтобы... лучше отдавать себе отчёт... в том... что происходит... вот... чтобы лучше... понимать... что именно... привело... к тем... аспектам... которые сейчас... вот... имеют место... место быть... потому что... нужно снова сделать анализ... и... тогда будет видно... тогда будет видно... как... как... и с чем... мы... собственно... имеем дело... вот... потому что... пока... это... просто... из области предположений... предположений... вот... этого не нужно бояться... этого не нужно... опасаться... а... в этом... ничего... страшного... нет... а... не всегда... получается... там... выстроить какие-то... гармоничные отношения... вот... очень хорошо, что вы обратились... за помощью... очень хорошо, что вы... увидели... проблему... вот... а... теперь... самое главное... ее дожать... то есть... не пускать ее на слотек... не... перекладывать... ответ... ответственность... эм... за... эм... естественно... эм... тогда ваш ребенок... сможет... быть... счастливым... и вырасти... без... каких-либо... проблем... вот... потому что... ну... пон... понятно, я надеюсь... что если... не делать... ничего, да... Вот, что. Агрессия ребенка может стать постоянной, пока она проявляется только в куклах, но она может стать постоянной. Единственное, что я могу отметить, это то, что, возможно, вы ребенка слишком сильно опекаете. То есть очень мало ему, например, позволяете делать самостоятельно вещей, и из-за этого у ребенка может быть нехватка телесного отреагирования. Я не берусь утверждать наверняка, но в качестве того, что вы можете сделать здесь и сейчас, вот в качестве этого, в качестве того, что вы можете сделать здесь и сейчас, можно попробовать, ну, больше дать им, больше дать свободу ребенку. Посмотреть, как он этой свободой распорядится, вот, не мешать ему, не подавлять его в этой его свободе, вот, а просто позволить ему делать то, что он хочет, ну, конечно, без какой-то такой откровенной угрозы для своего здоровья. Это понятно, я надеюсь. Вот, но это вот единственное, что может действительно повлиять на, значит, ну, на его агрессивность. Вот это единственное, что может повлиять на его агрессивность. А больше я, наверное, наверное, вот, так ничего не скажу, больше так, наверное, ничего не скажу, то есть больше, больше ничего нельзя добавить, вот. Такая вот история, я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вы для себя сделаете выводы, вот, собственно, и выберите себе психолога для того, чтобы лучше разобраться в ситуации, в которой я слазил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом, и ребенок ваш успокоится и не будет агрессировать. 3 5 6 6 6 Продолжение следует...